Здравствуйте, меня зовут Игорь Яшин, я руководитель технической поддержки EFT Group и сегодня я вам хочу рассказать про обновление EFT Field Survey 4.3. Давайте начнем! Начнем мы с того, что EFT M3 Plus можно запускать теперь в качестве базовой станции через интернет-контроллеры. Наши пользователи просили данную функцию, потому что не всегда приемник используется как ровер, иногда надо использовать его как базу, такой возможности раньше не было, так как встроенного GSM модема нет, теперь есть. Что для этого нужно сделать? Мы заходим в базу, выставляем интернет-контроллера, выставляем сервер EFT, выбираем ARTK-сервер, вставим запуск базовой станции по серийному номеру и нажимаем установить. Собственно, приемник уже работает через наш ARTK-сервер как база. Теперь вы можете подключить туда любой ровер, даже стороннего производителя. Если у вас возникнут вопросы, обязательно обращайтесь в техническую поддержку, как подключить сторонних производителей. Очередное обновление касается работы инерциального датчика EFT-M3+. Какие же условия? Программное обеспечение на приемнике должно быть выше версии 2.4. Программное обеспечение EFT-Field Survey, как вы уже поняли, 4.3. Как же это работает? Теперь вам не нужно калибровать систему. Раньше как это было? Но сейчас я включу новый вид. Держать стабильно. Второе действие – пошатать. Теперь вам достаточно только выполнить фиксированные решения. Появляются условия по качанию. Но качать не обязательно. Достаточно положить на плечо и пройти несколько метров. У меня уже инерциалка работает. Я уже могу идти работать. Разбивка кадров. Что здесь нового? Мы добавили легенду белую. Раньше была у вас только вариант черная легенда, сейчас белая легенда. Вы можете нажать шестеренку и в любой момент переключить. Если какой-то элемент карты не виден, по какой-то причине чертежа вы переключили, увидели его и вынесли. Следующее изменение – это переключение чертежа миллиметра-метры. Масштабного коэффициента. Заходим в настройки шестеренка. Выбор миллиметра-метры. Покажу сейчас, как это работает наглядно. Выбираем точку напрямой. Зафиксировались координаты, увидели. Неудобно. Переключились в метры. Следующее изменение коснулось линии. Выбираем линию. Начальная станция 0, пикет 20, он может быть любой, можем сначала линии начать. Шаг разбивки сейчас 5 метров. Нажимаем ОК. Мы видим, что 5 метров, но в ходе съемки выноса линии нам потребовалось изменить этот шаг. Мы можем оперативно теперь его менять в режиме онлайн, не заходя в меню разбивки линии. И все, и пошло уже 15 метров. Очень удобно. Новый модуль. Катрисование. Теперь вы можете любой чертеж оперативно дополнить. Если у вас не хватает линии, либо окружности, либо вам нужно что-то подписать, все здесь вы можете сделать прямо в контроллере. Заходим в катрисование модуль. Выбираем текущий чертеж, который нам нужен, оси бордюры. И что мы хотим сделать? Мы хотим нарисовать, например, дополнительную линию. Выбираем интересующую точку, от которой до которой нам нужно нарисовать эту линию. Рисуем. Теперь мы можем зайти в кат-разбивку и разбить эту линию. Также можно выполнить со всем инструментарием, который здесь есть. Это и окружность, и дополнительные точки, и нарисовать квадрат. Также возможно подписать, выбрать текст непосредственно, цвет, слой отрисовки, который вы хотите сделать по умолчанию, открытым или не открытым, и где вы будете рисовать. Вы можете измерить расстояние оперативно, с чертежа снять. Вы можете измерить площадь, это тоже позволяет сделать новый модуль. Вы можете также переключать легенду. Ну, здесь отличный функционал. Одно из важных обновлений нашего программного обеспечения, это возможность поддержки базы через Wi-Fi мост. Теперь вы можете подключить любое устройство, например, DJI-дроны, по Wi-Fi мосту. Внутри контроллера создается внутренний интрипкастер. И вы можете спокойно от нашего приемника, без интернета, полетать в РТК в поле. Давайте посмотрим, как это работает. Мы подключились к нашему приемнику EFT-M3 Plus по Bluetooth. Зашли в пункт приемник «Другие». Здесь есть новый пункт «Передача данных базовой станции». Заходим в него. Обязательно ставим галочку «Открыть передачу данных». Ну и у меня стояла галочка «Установить базу по осреднению, по пяти осреднениям». И базовая станция автоматически установилась. Сейчас мы увидели на экране контроллера IP-адрес, по которому мы можем так раз-таки подключить DJI-дрон. Заходим в настройки Wi-Fi. Подключаемся по Wi-Fi к контроллеру EFT-H4. Мы сейчас подключены. Заходим в настройки дрона во вкладку РТК. И вводим то, что нам показал контроллер. Ну, здесь уже введено. 172.20.10.6. Порт 2101. Серийный номер юзер указываем похожий на наш приемник. Главное, чтобы они были не идентичны серийным номерам базы. Паспорт вводим ZHDGPS. Mount Point – серийный номер приемника базового. После того, как вы все действия эти сделали, нажимаете «Save». Настройки передались. Сейчас у нас Node Connected, RTK Connect. Решение «Float». Ждем фиксированное. Ну, все, у нас фиксированное решение. Теперь мы можем полетать. В EFT Field Survey 4.3 изменен почтовый сервис. Раньше использовался Google, теперь используется Яндекс. И он снова работает. Теперь вы можете спокойно отправлять свои измерения, свои проекты с почты, всего лишь поставив галочку от EFT. Также по многочисленным просьбам добавлены индексы наших российских почт. Это Яндекс, Лист, Рамблер, Мэйл и БК. Что нового в меню «Калибровка». Теперь мы добавили пункт «Соответствие». Теперь, если вы производите съемку с названиями пунктов, например, как пункт «Иваново» и контрольная точка у вас «Иваново», у вас контроллер по нажатию «Соответствие» автоматически их совместит. И вам не надо будет вручную нажимать что-то. Нажимаем «Соответствие», да, и у нас сейчас контроллер автоматически совместил съемочные точки и контрольные. Нажимаем кнопку «Расчет» и калибровка посчитана. Также в калибровке, наконец-то, в калибровочном виде, когда вы включаете схему, добавились имена пунктов. Давно просили, наконец-то сделали. Теперь вы можете видеть не только границы калибровочного района, но и пункты, которые использовались в калибровке. Вот мы сейчас видим их на схеме. В съемке «С-код» добавлена строка состояния с типом решения. Раньше этого не было. Теперь у вас есть отображение количества спутников и качество решения. Ну и напоследок, куда переехала кнопка установки? Теперь она находится в левом верхнем углу. Здесь также вы можете проверить версию ПО, посмотреть информацию о планшете или контроллере, ну и, собственно, зайти в установки. В установках добавился новый вид. Он называется «Фэшн». Что он из себя представляет? Он представляет из себя все ярлыки на одном рабочем столе, сгруппированным по темам съемки, настройки системы координат, настройки прибора. Только вы, пользователи, можете оценить, насколько это удобно. Давайте подведем итог. Проведена огромная работа, чтобы выпустить данную версию. Те изменения, которые я вам назвал, они лежат лишь на поверхности. Изменен полностью алгоритм работы программного обеспечения. Хочу отдельно поблагодарить наших пользователей. Благодаря вам мы развиваем наше приложение. Благодаря вашим отзывам мы добавляем новые функции. Продолжайте в том же духе. Следующий новый модуль. Давайте подведем итог. Давай просто. Ну, все, конец. Все, мы всем благодарны. Вы вообще классные. Мы тоже классные. Все, ставим лайки, подписываемся. Всех люблю. Субтитры подогнал «Симон»